Погибших вследствие теракта в Барселоне уже 15. Полиция выяснила, что водитель микроавтобуса после наезда на пешеходов угнал другой автомобиль и убил хозяина машины. Преступника искали по всей Европе. Елена Абрамович продолжит. Из 12 членов террористической группировки испанской полиции осталось найти одного. Пятерых расстреляли во время теракта в городе Камбрильс. Четырех арестовали. Еще двое погибли во время взрыва в доме, где готовили бомбы. Разыскивает водителя микроавтобуса, который протаранил людей в центре Барселоны. В городке Реполь, где проживал 22-летний марокканец, жители шокированы. Его знакомые утверждают, ничего не подозревали. Я работал с ним почти два года. Никогда бы не подумал, что он может такое сделать. Мы даже в Марокко вместе были. Путешествовали, посещали мечети. Когда возвращались в Испанию, я спросил, что он думает о террористах. Он ответил, что его религия не об этом, а о любви и заботе. В группировку входили молодые люди в возрасте 17-25 лет. Почти все выходцы из Марокко. Вербовал их, по данным испанских СМИ, имам, который связан с ячейкой марокканских террористов в Бельгии. Имам по имени Абдул Баги Эссети был замечен в Брюсселе незадолго до прошлогодних терактов в брюссельском метро и аэропорту. Останавливался также и в пригородах бельгийской столицы, в городке Вилварде, где обосновалась главная сеть марокканских исламистов в Бельгии. Имама не ищут. Он, скорее всего, погиб во время взрыва в доме, где готовились бомбы. Но полиция расследует его связь с брюссельскими терактами. Мэр города Вилварде подтвердил. Террорист бывал в Бельгии. Мы точно знаем, что он приехал в Бельгию в январе 2016 года, чтобы найти здесь работу. Он, видимо, поддерживал контакты с несколькими мечетями в Брюсселе и в Вилварде, а также в Мехеллине. Он искал контакты. Еще один теракт, совершенный марокканцами, произошел на прошлой неделе в Финляндии. Впервые в этой стране. 18-летний парень набросился на прохожих с ножом. Две женщины погибли, 8 человек получили ранение. Полиция задержала преступника. Он оказался мигрантом из Марокко, которому год назад отказали в убежище. Тем временем марокканская община в Испании устроила мирные демонстрации, чтобы выразить свое отношение к последним событиям. То, что произошло на днях, не имеет никакого отношения к исламу. Если кто-то здесь недоволен, они должны вернуться в свою страну, потому что мы приезжаем сюда работать, бороться за лучшую жизнь, а не для того, чтобы кого-то убить. Масштабную акцию марокканская община провела и на барселонской улице Рамбла. Люди почтили память погибших и скандировали не от моего имени. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.